привет друзья на канале даниила и ларисы сегодняшние сегодняшнее видео я хотел бы посвящить посвятить осахариванию осахариванию крахмала содержащего сырья как вы наверное знаете спирт можно сделать из любого сырья которая содержит крахмалы картошка любое зерно практически кукуруза ну в общем поле для деятельности огромное и древний способ осахаривания как бы 100 лет или 150 лет назад осахаривали все это сырье солодом в частности есть ячменным солодом потому что при проращивании вот ячмень к примеру или пшеница в них образуются ферменты потом как вы знаете этот процесс останавливается ну в общем если кому то интересно как делается солод у меня на канале есть видео как приготовить солод я его сам готовил у меня все получилось результат получился достаточно классный мне понравилось я из этого солода потом сварил водку которую дегустировал и сварил пшеничное пиво из пшеничного солода тоже получилось очень круто недавно я в сети набрел на сайт в украинском интернете собственно говоря украинский интернет-магазин называется ferment.com.ua ссылку на этот сайт я размещу в описании видео и обнаружил там достаточно интересную штуку наборы ферментов для осахаривания альфа-амилаза и бета-амилаза причем продаются маленькими порциями то есть минимальный набор у них по моему насаха для осахаривания 250 литров сырья я купил эти наборы испробовал эти ферменты и мне очень понравилось ну собственно говоря хочу с вами поделиться потому что осахаривать можно абсолютно все я пробовал отдельно кукурузу пробовал отдельно пшеницу сегодня у меня такой эксперимент 2 килограмма молотой кукурузы 2 килограмма молотой пшеницы и килограмм обычной овсянки я хочу это сырье осахарить с помощью ферментов и после этого сделать из этого зерновую водку причем буду делать зерновую водку тоже сниму об этом отдельная вида видео не буду делать двойную перегонку буду делать одинарную перегонку очень медленно покапельно как я люблю и поделюсь результатом что получилось потому что очень многие друзья очень многие зрители в комментариях пишут что вот так нельзя это фигня получается самогон надо делать только двойную дробную перегонку у меня не получается самогон у меня получается отличный продукт с очень хороший ну сохраняется запах я считаю что 2 перегонка она полностью убивает органолептику напитка мы теряем запах поэтому я делаю я считаю что это классический метод и делаю одну перегонку я считаю что двойную перегонку придумали самогонщики когда они используют просто сахар и обычные хлебопекарские брошь дрожжи которые дают кучу побочных в процессе брожения продуктов помимо того этих дрожжей много но вот я когда начинал свою карьеру самогонщика там на бидон 40 литров и молочная в нем делал брашку я кидал туда килограмм дрожжей естественно эти дрожжи все жизни ну как бы они живут в браге они умирают потом и оставляют за собой я считаю неизгладимый след поэтому если вы делаете так самогонку то конечно нужна двойная перегонка я очень давно занимаюсь этим делом есть комментаторы которые стебут меня что боже что за ужас хорошо что типа немного людей смотрят мой канал нет проблем но я делюсь своим мнением и делюсь своим опытом я буду использовать дрожжи для зерновых называются они turbo диски эти дрожжи также содержат некоторые ферменты специально для зерновых брак также сбраживать я буду не отсаживая сбраживать я буду вместе с дробиной и с участием вот этих вот дрожжей эти дрожжи ну продают очень много дрожжи польской фирмы бровин я нашел один из интернет-магазинов называется гриль газ или гриль газ румыния в котором такая очень приятная хозяйка кстати марина всегда и упоминаю видео и там самая адекватная цена на дрожжи фирмы бровин поэтому могу смело рекомендовать интернет-магазин гриль газ румыния если наверно ссылку тоже размещу именно на эти дрожжи ссылку размещу в описании видео первое что нам надо сделать друзья это кстати мой знакомьтесь самый первый котел для пивоварения просто кастрюля в которую я вмонтировал термометр сейчас использую она из нержавейки но это пищевая нержавейка просто она немножко пострадала у меня я ее почистил хорошенько я прошу прощения вот и сейчас используют для всяческих экспериментов частности когда мне надо что-то сварить почему я не варю в котле в своем котле для сусловарочном котле для пива потому что просто подгорит первое что нам надо сделать это разогреть воду сейчас мы разогреваем воду до температуры 95 градусов и после этого будем туда засыпать кашу и укутывать ее то есть засыпать все эти злаки и так друзья первое что я делаю сейчас включаю у меня здесь газовая горелка включаю газовую горелку и разогреваю воду до 95 градусов после этого вернусь к вам и мы будем дальше продолжить к закипела можно выключить нагрев и закидываем сюда закидываем наши злаки это будет каша закидываем все знаки интересно что получится как она будет разваливаться все разнородное такое интересно посмотреть у них во всех разное содержание крахмала еще немножко пшеницы из молотой в муку вообще тоже пойдет сюда и все тщательно перемешиваем тщательно перемешиваем друзья это мука пшеничная или ржаная это мука так не хочет перемешиваться и оставляем его запариваться таким вот образом я это делаю чтобы не терялась температуры у меня есть такая старая курточка можно надеть я так раньше пиво с этой курточкой образом она будет меньше остывать и оставляем его на час запариваться через час она будет подогреть опять эту кашу до 95 градусов за час она развалится хорошенько запариться кстати можно включить секундомер чтобы не пропустить и через час ее надо будет догреть до температуры 95 градусов и вносить первый фермент альфа-амилазу ну собственно говоря кстати сами ферменты вот в таких вот бутылочках вам присылают это с этого интернет-магазина сайта fermentы комьюа тут сразу же описание насколько это дозировка ну в общем очень удобно ждем час и будем носить первый фермент открываем нашу кашу она уже запарилась я так думаю и теперь нам ее надо сейчас у нас температура упала до 85 градусов нам надо ее опять подогреть до 95 градусов поэтому ух ты как пахнет я поджигаю горелку но каша может пригореть поэтому ее нам надо мешать я использую вот такое вот приспособление которое использую для давки вина и буду периодически помешивать потому что она очень густая сейчас покажу консистенцию такая вот у нас густая каша получилось и перемешиваем и таким образом доводим до температуры 95 градусов температура достигла 90 градусов и можем внести фермент альфа-амилаза кстати да его на 5 килограмм крупы нам надо вносить 8 миллилитров так гласит экскурс инструкция и по идее действие должно быть такое что через несколько минут он эту кашу разжижит вообще суть альфа-амилазы подготовить зерно к сахаре баню то есть разжижить кашу разжижить хорошо все перемешалось и выключаем нагрев и опять укутываем время действия фермента у нас ориентировочно полтора-два часа как написано в инструкции опять все это дело хорошенько укутаю чтобы не падала температура засеку время и дадим возможность ферменту разжижить эту штуку через часок проверим в принципе она должна через час уже стать жидкой сейчас прочитаю что они пишут после смешивания в массу дозируется фермент альфа-амилаза такой пропорции на 1 килограмм крахмала вводится 0 33 грамма фермента то есть где-то 12 миллилитров после внесения фильм фермента сусла необходимо перенемешать массу снесенным ферментом альфа-амилаза необходимо разварить основные разборили до этого я как бы уже столкнулся с тем что разваливать и с ферментом сложно поэтому я развалил как бы до этого основная цель разваривания разрушение клеточной структуры растворения и дегстренизация крахмала сырья в растворимом состоянии крахмал легко осахаривается ферментами процесс разваривания происходит при максимально возможной температуре но не выше 100 градусов в течение 120 60 120 минут ну попробуем полтора часа оптимальная рабочая температура альфа-амилаза 90 градусов кашка готова друзья как видите она простояла у меня полтора часа и стала жиденькая то есть раньше нельзя было провернуть эту ложку то сейчас она совершенно жиденькая теперь охлаждаемые до 65 градусов я сейчас долью сюда холодной водички и будем носить второй фермент глюкомилазу который уже будет осахаривать осахариваться она тоже сейчас несем ферменты я расскажу как сколько осахариваться должно охладилась сусла до 60 градусов и можно приступать к несению второго фермента глюкомилазы на наши 5 килограмм сырья нам надо его внести 16 грамм по инструкции такой достаточно густой оттуда шприцом забрать 1 тщательно перемешаем это дело сейчас сусла похоже на клейстер который варила моя бабушка чтобы клеить обувь она совершенно не сладкая вкусная такое как какая-то каша в общем тщательно его перемешали и оставляем друзья на 2 часа при этом диапазон температур нам надо поддерживать от 50 до 60 градусов так гласит инструкция ну и собственно говоря я на опыте уже проверил что это так поэтому я это сусло оставляю на два часа чтобы она осахарилась после этого мы проведем йодную пробу остудим сусло и сможем носить дрожжи прошло два часа друзьям и собственно говоря я думаю что наше сусло уже готово она простояла причем не сильно охладилась снимаю свою курточку температура сейчас 55 градусов то есть температура осахаривание у нас выдержана полностью все сделали правильно и сейчас покажу совершенно совершенно жидкая каша вот она села вся на дно не хочу перемешивать потому что сейчас буду его переливать на брожение ну собственно говоря надо провести йодную пробу для того чтобы убедиться что все хорошо проводим йодную пробу для этого набираем немножко сусло в любую белую посудину и добавляем сюда йодика йод у нас не должен поменять цвет если он будет фиолетовый значит сусле образовались дик стрины если он будет синий значит сусле остался крахмал добавляем йод размешиваем и видим что йод вообще не меняет цвет остается таким же как он был само сусло коричневая йод остается цвета йода есть такая табличка определение йодной пробы сейчас соберу шприц и прочитаю значит если синий крахмал превратился в клейстер и растворимый крахмал если йод фиолетовый крахмал превратился в дик стрины если йод красный крахмал менее чем наполовину превратился в мальтозу на этом этапе можно вносить дрожжи осахаривание будет продолжаться при брожении и цвет не изменился имеет оттенок цвета раствора йода весь крахмал превратился в мальтозу и дик стрины ну в данном случае у нас весь крахмал превратился в мальтозу и дик стрины то есть сусло готова к сбраживанию собственно говоря мои дальнейшие действия понятны любому самогонщику то есть моя цель в этом видео было показать как с помощью альфа-амилазы и глюкоамилазы осахарить ну совершенно любое крахмала содержащие сырье то есть я специально сделал смесь естественно из этого потом сделаю водку потому что осахаривалась вообще великолепно специально сделал смесь из разных злаков чтобы было понятно что осахаривается абсолютно все и показал как она осахаривается друзья теперь я остужаю это сусло до 28 градусов внесу свои любимые дрожжи turbo виски туда и оставлю на выбраживание выбраживать она у меня будет до конца то есть опять же таки многие самогонщики меня критикуют говорят что сусло должно бродить 45 дней до если вы используете каких-нибудь какие-нибудь хлебопекарские мягкие дрожжи то 45 дней потому что потом эти дрожжи начинают умирать куча продуктов их жизнедеятельности и тому подобная фигня я считаю что со спиртовыми дрожжами должен пройти полностью процесс выбраживания насухо то есть дрожжи должны а у них очень высокая толерантность к алкоголю у них толерантность к алкоголю 16 процентов 16 спиртуозных 16 сусло получается только тогда дрожжи начинают погибать так вот я считаю что дрожжи должны полностью отработать весь свой жизненный цикл доработать до конца это сусло будет у меня бродить месяц после этого я его буду перегонять опять же таки перегонять буду по своему любимому методу то есть я буду делать одну перегонку но очень мебель медленную и по капельную не буду делать никаких дробных перегонок я хочу сохранить органолептику зерновой водки и вот у меня из этого сусла в результате получится зерновая водка но собственно говоря цель достигнута сусла мы осахарили и результат получился на мой взгляд отличный друзья поэтому на этом я рецепт осахаривания с вашего позволения буду заканчивать надеюсь что видео было для вас полезным подписывайтесь на наш с ларисой канал друзья ставьте лайки а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока